за шесть месяцев из этой бороды я сделал такую прошло где-то 4 месяца никаких откатов как вы можете заметить не случилось этот способ я также применял на свои волосы параллельно и когда я начал его делать через полторы недели я уже увидел ошеломительный результат который меня мотивировал не останавливаться все что я хотел я сделал поднял линию роста волос на бороде где-то на два сантиметра то есть мне здесь росло а на щеках нет теперь все круто и в целом борода теперь стала более густая а не такая волосинистая все это очень легко и просто в два простых шага давайте покажу первое что я применял я использовал высококонцентрированный миноксидил который я наносил дважды в день ежедневно на протяжении всего этого времени я наносил его на всю поверхность лица где растет волос и вот первый нюанс такая сложность нужна дисциплина потому что правда это не так просто как кажется когда ты на протяжении такого долгого времени каждый день наносишь этот слой 2-3 часа после нанесения нужно подождать пока препарат впитается его нельзя намеренно подсушивать феном нельзя смывать нужно посидеть и выждать пока он хорошо впитается это тоже требует времени и утром и вечером нельзя просто лечь спать потому что вся подушка будет желтых пятнах которые никогда не отстирается ну и соответственно эффект просто будет нулевой второй компонент первого шага обязательный который идет к миноксидилу это добавки программа минимум это прием цинка кремния биотина и селена но у меня была программа максимум потому что я очень хотел то что хотел сделать и я добавил витамин а е и д это тоже важные штуки которые я принимал через полторы недели я был в восторге мое лицо покрылась вот полностью волосами все проплешины все сразу забилось если у вас темный волос это особенно вам понравится у меня волос светлый поэтому это было заметно только для меня но остальная часть бороды она стала более густой и волос такой как будто крепкий стал я был просто восторге и конечно такой быстрый результат дал мне сильную мотивацию не останавливаться но третий компонент первого пункта который связывает миноксидил и бады он вот настолько связующий что без него я даже не представляю всей сути применения этого всего это умывание сейчас объясню через полторы недели у меня вылезла побочка которая и должна была вылезти я читал что она проходит но у меня она не прошла это сухость и соответственно шелушение лица все дело в том что миноксидил идет на спиртовой основе спирт сушит кожу и соответственно кожа начинает бороться с этим так еще помимо всего этого сам препарат ложится корочкой когда засыхает и представьте день за днем день за днем конечно сухость просто там будет я не хочу даже вставлять кадры потому что они совсем не лицеприятные и легко представить что на столь неблагоприятный так скажем почве рост бороды впитывание препарата когда на тебе корка но это просто нереально поэтому вот этот компонент умывания настолько обязательны лично для меня был что без него я думаю что весь результат сразу же пойдет коту под хвост как я умывался я брал вот эту щетку которую вам уже не раз показывал своих видео по уходу который идет с такими мягкими резинами ворсинками и мягкий повседневный гель для умывания и аккуратными движениями механически убирал всю эту шелуху а я вам скажу это не так просто и кстати сегодня у меня есть спонсор который подходит не только под эту тематику но и необходим при повседневном использовании продукты от компании гельтек это одна из самых крупных российских производителей профессиональной косметики которые уже много лет на рынке у них обширная линейка косметики как для мужчин так и для женщин а качество продуктов превосходит их цену мои личные фавориты это вот такой мужской гель для интимной гигиены и гель для умывания который весьма основательно закрепился в моем повседневном уходе я вот здесь стоя в душе прям умываю свое лицо никакого эффекта стягивания сухости в общем я им полностью доволен но у них обширная линейка их легко найти на известных маркетплейсах на wildberries на зон и конечно же ссылки я оставляю в описании переходите заказывайте вы не пожалеете от души рекомендую а дальше у нас второй этап то есть первый это миноксидилу бады умывания которые это все связует и второй шаг я добавил мезороллер я его использовал два раза в неделю то есть где-то каждый третий день я проходился по всей коже куда наносил миноксидил в том числе я проделывал это ли и с волосами мне было гораздо проще потому что я был очень коротко подстрижен и конечно сейчас это просто не нанести только если вот здесь где-то так сказать контур но борода и волосы я полностью наносил потому что бороду я подбревал и затем я наносил препарат и здесь появляется еще один нюанс это покраснение потому что механически ты иголочками чуть-чуть повреждаешь кожу и потом грубо говоря обливаешь спиртом происходит так или иначе воспаление и нужно наносить это тогда когда ты дома точно знаю что никуда выходить не придется потому что лицо прям красное затем я просто вот в эту тару заливал спирт клал его на обработку и я по истечению шести месяцев понял что препарат заканчивается а про запас я не заказал а в наличии его не было я не хотел переходить на другой препарат и честно говоря не знаю можно ли так делать не знаю я не хотел и может быть уже мотивация подспала потому что результат я получил ну прям конкретный ошеломительный и я начал потихоньку выходить из курса и начал применять уже не дважды а один раз в день по вечерам соответственно я подрасчитал так жидкость чтобы плавно выйти из курса но второй серьезный компонент второго шага выходом с этого курса я сделал мезотерапию не пугайтесь ничего страшного дорогого и сложного в этом нет приходите косметологу практически у любого это услуга есть вам вкалывают грубо говоря витамины которые укрепляют ваш результат ну и вообще это хорошая профилактика от выпадения и так далее вам прокалывают все и вот таким способом я закрепил свой результат мезороллер практически с самого начала и с выходом я плавно прекращал препарат и прошел курс мезотерапии я хотел применять миноксидил целый год но поскольку вот препарат просто перестал быть в наличии я не смог это сделать и сейчас я буду снова повторять этот курс шестимесячный но тоже оглядываясь назад еще такой немаловажный пункт бонусом я заканчивал точнее я начинал в конце зимы и вот это начало весны приятная температура много солнца спишь с открытым окном дышишь свежим воздухом все вообще очень круто я считаю эти факторы именно погодные климатические солнечные и вот это вот то что нету никакого стресса и и внутренние само ощущение что вот-вот весна-лето я думаю они тоже хорошо сказались потому что этот настрой желание и результат который ты видишь ну там просто гормонально волосы начнут расти надеюсь это видео было полезно думаю оно полезно для девушек потому что также применимо для головы волос спасибо за просмотр всем пока